Сегодня наша с вами встреча будет построена таким образом. Мы будем говорить о нормативных изменениях по слайдам и будем переключаться на демо-базу вот таким вот образом. Будем смотреть какие-то конкретные моменты, про которые поговорили теоретически. Будем смотреть их на базе и, так сказать, чтобы теория не расходилась с практикой. И, соответственно, если будут какие-то вопросы возникать, можете задавать их в чат. Если по ходу вебинара, то я постараюсь к концу вебинара оставить немножко времени, чтобы мы могли на вопросы ответить. Ну, если вы, естественно, пришлете позже, чем наш вебинар, то мы на вопросы ответим как можно раньше. Но в этом случае у нас будет уже нелимитированное время. И, соответственно, мы можем и поподробнее вам ответить, и уже более индивидуально касательно именно вашей ситуации. Итак, то есть наша программа на сегодня – это, ну, во-первых, про пониженный тариф мы поговорим. Во-вторых, про настройку справочников и тарифов. Что такое пониженный тариф. И достаточно была с ним такая известная ситуация, то есть была ошибка релиза, как из этого, так сказать, выкручивались люди. Но сейчас, слава богу, такой ошибки уже нет. Она устранена разработчиками. Соответственно, как рассчитывать взносы и отражается, каким образом это у нас в карточке по учету страховых взносов. Ну, и, естественно, про дополнительные сервисы, отчеты и так далее. То есть программа насыщенная. Немножко теоретических, как бы, напомнить историю балета и теоретические материалы. То есть в этом году у нас действуют пониженные тарифы по страховым взносам. Такая льгота возникла в 2020 году. И, собственно говоря, была эта льгота предусмотрена для стимулирования, для того, чтобы уйти от серых зарплат, то есть чтобы показывать реальные заработки. В этом случае у нас в отношении МРОД, то есть федеральный МРОД брался за основу 19242, то есть сумма до превышения МРОД обкладывалась по состоянию по тарифу 30%, а все, что свыше, обкладывалось по льготной ставке до 15%. Здесь есть одна тонкость. Эта льгота действовала для организаций, которые относятся к реестру МСП, то есть малого и среднего предпринимательства. И в этом отношении есть небольшая тонкость. То есть раз в году пересматриваются резервы, реестры, вернее, извините, предприятия, которые включены в МСП, то есть в реестр МСП. Значит, делается это в июле, и, соответственно, если предприятие внесено в этот реестр, то все в порядке, и вы можете смело применять этот тариф. Но если, например, вы не сдавали отчетность или сдали несвоевременно, то есть если у налоговых служб не было с чем сравнить ваши отчеты, то вполне возможна ситуация, когда предприятие исключено из реестра МСП. Соответственно, в июле происходит массовая, скажем так, проверка, то есть включаются новые предприятия, которые поступили, включены в этот реестр, и исключаются старые. То есть этот реестр формируется автоматически на основе регистрационных данных и на основе поданной отчетности. Реестр этот актуализируется таким образом, что предприятия, которые добавляются в реестр, добавляются ежемесячно, до 10 числа. А вот исключение из реестра происходит ежегодно, до 10 июля. Как я уже говорила, июль – это месяц, скажем так, когда пересматриваются пользователи этого пониженного тарифа, когда обязательно надо проверить собственное предприятие, чтобы не закралось никакой ошибки, чтобы ваша отчетность была принята и у налоговых органов не было основания для вашего исключения. Ну, в общем, то есть время X. На этот год у нас тоже действовали тарифы, пониженный тариф. То есть если вы применяли его в прошлом году, то в этом году он продолжал свое действие. Но есть одна тонкость. Здесь у нас с вами включается, так сказать, механизм, когда идет база превышения. То есть на 2024 год установлено 2 миллиона 225 тысяч рублей. И после этого взносы и сниженные взносы, и обычные взносы, соответственно, начинают начисляться по-другому. То есть если у нас не превышает МРОД по тарифу общему, то есть в пределах лимита базы, то мы начисляем вот таким образом, как я раньше сказала. Если у нас наступает предел превышения лимита, то в этом случае раньше действовало положение о том, что взносы начисленные сверх превышения лимита не начисляются вообще. В 2024 году вообще слово исключено из нашего обихода. И в этом случае все взносы облагаются по единому тарифу, то есть 15%. Нормативы на взносы вы можете посмотреть, они включены во все информационные базы и выглядят, например, из консультанта тарифы страховых взносов на работодателей выглядят вот таким образом. То есть основной тариф, который мы применяем без превышения и без сниженной ставки, он у нас идет с кодом 20 и, соответственно, выглядит вот таким образом, то есть 30 и превышение предельной базы 15,1. Но вот у нас субъекты малого и среднего бизнеса, и здесь у нас получается сложный вот этот расчет, то есть мрот до мрота 30%, свыше мрота 15%. Но если мы свыше предельной величины уже начисления перевалили, то в этом случае свыше мрот у нас получается 15,1, а то, что превышение 15%. Как вы видите, вот такие таблички, их можно достаточно много где найти, и в информационных базах, например, консультант, гарант и много каких юридических справочников и так далее. Соответственно, как я уже говорила, у нас реестр формируется автоматически, то есть реестр малого и среднего предпринимательства формируется на основании сведений за 2023 год и, соответственно, на основании данных из регистрационных источников, то есть ИГРИУ и ИГРИП, и, соответственно, на основании статистики и уполномоченных организаций. Напомню, что у нас относится к малому и среднему предпринимательству. Для того, чтобы ваша организация была включена в этот реестр, вам надо, чтобы среднесписочная численность работников за предыдущий год, то есть за 2023, если 15 человек, то это относится к микропредприятиям, если до 100 человек, то это уже малое предприятие, и 250 человек – среднее предприятие. Ну и по выручке, естественно, тоже предусмотрена градация. То есть недостаточно того, что вы, например, считаете, что ваше предприятие мало необходимо, чтобы еще и соответствовало ваше предприятие вот таким показателем. На самом деле, допустим, из той же статистики можно получить сведения из этого реестра. Достаточно внести ваши ИНН, например, и будет отражаться сведение, что вы внесены в этот реестр и с какого числа. То есть с момента, когда вы внесены в реестр, вы имеете право применять пониженный тариф. Как я уже говорила, не только в случае превышения показателей, по которым относятся к малым предприятиям, исключают из резерва, но и если вы не сдавали отчетность и, соответственно, не вносили данные для автоматической обработки сведений про предприятие. Уведомлять инспекцию о том, что вы применяете пониженный тариф или не применяете пониженный тариф не требуется. То есть, когда сдается расчет по страховым взносам, в этом случае вы ставите тот или другой код. Мы про это еще поговорим. Но, естественно, для того, чтобы применять необходимый тариф, нам надо делать в конфигурации дополнительные настройки. То есть, во-первых, нужно проверить, чтобы у нас этот тариф был предусмотрен в учетной политике. Для того, чтобы проверить это, мы должны с вами открыть раздел «Настройка», дальше «Организация» и закладка «Учетная политика». Значит, сейчас мы с вами посмотрим, как это делается. Переходим в демо-версию. Так, это мы сейчас лишнее закроем, чтобы нам не мешалось. И, значит, «Настройки» раздел. Раздел «Настройки». И здесь у нас с вами вот есть раздел «Предприятие» и «Сведения про предприятие». То есть, в меню «Организация» мы проваливаемся и попадаем в список общих знал наших юридических лиц. Ну, я буду экспериментировать над «Организацией Кромца». То есть, это «Организация», которая у меня основная. И вот мы с вами, когда переходим в карточку «Организации», мы видим разные закладочки. Соответственно, закладочка, которая нас интересует, это «Учетная политика». И на этой закладочке у нас есть ответственные лица, учетная политика и «Бух учет зарплаты». Естественно, мы идем в учетную политику. Значит, и вот здесь вот, сейчас немножко подвинем вот так, чтобы нам не так мешалось. Значит, соответственно, когда у нас мы настраиваем тариф, то либо выбираем общий тариф, либо вот в нашем случае это для субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, вот этот тариф. Мы его выбираем. Здесь у нас есть тематическая подсказочка вот такая, что этот тариф установлен с апреля 2020 года для предприятий, которые отвечают вот таким требованиям. То есть, отвечают требованиям, которые предъявляются к таким субъектам. И мы можем посмотреть вот по этой ссылке, перейти в карточку тарифа и посмотреть историю применения. А вот здесь у нас очень интересный момент. Поскольку у нас это введено в действие с 2020 года данный тариф, то мы с вами видим вот такую картину, что в 2020 году у нас еще пенсионный фонд существовал отдельно, ФСС отдельно, то есть объединение не было проведено еще. А с 2020 года то есть у нас уже прошли там все все реорганизационные мероприятия. И теперь, как бы, помните, у нас единый фонд, социальный фонд России и уже пенсионного фонда и фонда медицинского страхования нет. Вместо этого применяется ставка тарифа 15%. То есть это ставка, которая предусматривалась для того, чтобы выполнялся вот этот сложный расчет, который мы уже посмотрели. То есть 30% до превышения мрута сверху все, что сверху по 15%. Но в 2024 году у нас с вами была анонсирована налоговая реформа и этот тариф у нас изменился. Значит, снова сейчас вернемся. Так. У нас изменился этот тариф. Вот историю изменения тарифа мы с вами можем посмотреть вот по этой ссылочке и выглядит наш интерфейс вот таким образом. То есть у нас я установила тариф с июля 2024 года. Ну, типа у нас предприятие было внесено в реестр именно в июльский. В этом случае у меня действует вот такая запись и я могу добавить и например с места в который мы потеряли право на применение субъектов для субъектов среднего предпринимательства установить общий общий тариф. То есть выбрать извиняюсь у меня перескакивает. Ну, то есть выбрать тариф, который подходит под мои конкретные условия хозяйствования, но уже не является понижным. мы сейчас не будем сохранять этот тариф, это просто как образец для того, чтобы вы знали куда нужно сходить для того, чтобы эти настройки выполнить. Так, мы с вами сделаем вот так и сделаем вот так. Значит, таким образом мы с вами на закладочке страховые взносы можем изменить вид тарифа и в нашем случае, поскольку мы говорим про сниженный тариф, мы оставляем такую настройку для субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, снова вернемся к нашим слайдикам. И сейчас подойдем к такой достаточно пикантной ситуации, то есть связанной со сниженными тарифами. У нас было два случая таких ошибок. То есть тариф, во-первых, если, допустим, предприятие пользовалось льготой для инвалидов, то есть если мы указывали, что мы применяем для организации инвалидов, тариф, и после этого переходили на тариф по МСП, то у нас переставали корректно рассчитываться взносы на травматизм именно в отношении инвалидов. То есть вместо 60% от страхового взноса брались полностью 100% взноса. Вот чтобы это не случилось, когда мы будем менять с вами объект налогообложения, то есть применять другой тариф, нужно проставлять флажок там, где это касается организации инвалидов. Сейчас вот мы на слайдике с вами посмотрим. То есть на страховые взносы, заглядочка страховые взносы, то, где мы сейчас с вами только что были. Мы вот в этом окошечке, то есть у нас вид тарифа для субъектов малого и среднего предпринимательства, и мы должны не забыть проставить вот здесь чекбокс, где написано организация инвалидов. в этом случае применение тарифа в отношении инвалидов будет производиться корректно. А вот еще одна ошибка, которая попортила достаточно много крови, можно так сказать, бухгалтерам, это ошибка, которая возникла в этом году при превышении лимита значит вот такой слайдик сейчас покажу вам. То есть здесь мы с вами на этом слайдике видим, что если у нас превышен лимит предельной величины, то есть вот здесь по ссылке мы можем посмотреть историю, с какого мы применяем. Так вот, когда превышение было достигнуто, переставал считаться взнос, то есть не 15% с общей суммы, а вообще переставал считаться внос. И соответственно у нас возникала недоплата по страховым взносам. Ну и собственно говоря, если у нас возникала проблема с тарифом, то исправление, чтобы внести, требовалось вносить исправление и в документы по налогу на прибыль или на упрощенку. Ну в общем возникала ситуация, которая описана вот в этом, вот в этой выдержке. То есть это выдержка из налогового кодекса. И если мы обнаруживаем, что в каком-то моменте у нас допустим было не отражены какие-то начисления или отражены с искажением базы, ну то есть у нас возникли какие-то обстоятельства, которые привели к занижению или к завышению суммы налога, которую мы должны как налоговые агенты перечислять соответственно социальный фонд. Значит в этом случае мы должны были как вы видите вот на этой выдержке мы должны были пересчитать заново все, значит доплатить разницу, то есть соответственно мы рассчитываем правильные данные, сравниваем с тем, что мы показывали до этого и в случае если это например занижение возникло доплачиваем до нужного размера и только после этого подаем уточненную декларацию тогда у нас не возникает штрафных санкций а вот если у нас например был излишне уплачен налог то есть не недоимка по нему отражалась а излишне уплаченный налог то в этом случае мы подаем заявление в СФР о том что например переплату учесть в счет других платежей или в счет будущих периодов то есть на самом деле такая ошибка вызывала достаточно большие трудности у бухгалтеров ну вот сейчас я вам хочу показать слайдик которые иллюстрируют как мы допустим могли корректировать поданную уже отчетность то есть в ЗУПе на настоящий момент у нас действует такой алгоритм ну опять же меню настройка опять же меню организации и учетная политика то есть соответственно если у нас субъекты не являются объектами МСП то они применяли и если они применяли и платили пониженные тарифы то соответственно это они применяли необоснованно пониженный тариф и они должны подать уточненку уже с тем тарифом который должны были применять если любой промежуток времени с 1 апреля 2020 года например не посмотрели в организации что они имеют право применять этот льготный тариф и платили страховые взносы по общим правилам то в этом случае у нас возникает переплата которую мы как раз таки и можем зачесть для чего должны подать заявление в налоговую инспекцию здесь мы с вами собственно говоря только повторили алгоритм подачи уточненных сведений и сейчас с вами хочу обратить вот на что внимание то есть в 1с зупе для того чтобы мы могли откорректировать страховые взносы мы можем использовать документ пересчет страховых взносов значит находится он у нас в разделе налоги и взносы пересчет страховых взносов сейчас мы сюда перейдем вот таким образом это мы пока закроем нам это уже не нужно так и налоги и взносы и здесь у нас с вами вот он документ пересчет страховых взносов и в этом случае мы выбираем предприятие создаем необходимую запись при этом меняется интерфейс соответственно если я пересчитываю например за ноябрь или указываю период за который я и соответственно очень сложно очень сложный алгоритм это мы нажимаем кнопочку рассчитать и автоматически программа рассчитывает нам корректировки которые мы должны внести в связи с неправильно примененным тарифом но меня вот этот вот допустим расчет не во всех случаях устраивает почему потому что как вы видите у меня за каждый месяц здесь один и тот же человек например вот в этом месяце в этом месяце то есть у меня все пересчитываются все люди если я например точно знаю что мне надо пересчитать не по всем сотрудникам а по каким-то конкретным то меня уже это этот именно расчет может не устраивать то есть я например хочу пересчитать вот только по Булатову пониженный тариф ну или по каким-то другим причинам меня может этот документ не устроить в этом случае мы имеем возможность таким образом действовать сейчас снова вернемся к нашим слайдикам значит это стандартный документ перерасчет страховых взносов то есть если меня в нем все устраивает то можно конечно использовать его и в общем-то не заморачиваться на другие обходные маневры это как мы в него попадаем слайдик то есть мы берем раздел налоги и взносы и документ перерасчет страховых взносов но мы можем действовать и другим способом снова возвращаемся в нашу конфигурацию и я могу допустим открыть любой документ вот например здесь у меня отражается начисление заработной платы и закладочка взносы я перехожу на взносы и вижу например какие-то конкретные позиции я могу в этом случае из этого интерфейса то есть из закладочки взносы я могу использовать кнопку пересчитать взносы и в этом случае у меня практически происходит та же самая операция что и при использовании документа пересчет взносов но я уже конкретно вижу что у меня изменилось вот по этому человеку допустим по по этому человеку то есть я вижу что у меня не все взносы пересчитаны а например только с момента превышения предельной величины значит нет мы сейчас не будем изменять это мы с вами столько смотрели для того чтобы понимать о чем идет разговор то есть каким образом мы можем редактировать начисленные взносы то есть документ перерасчет страховых взносов либо через документ начисления зарплаты взносов на закладочке взносы мы используем кнопку пересчитать взносы а вот здесь у нас с вами вот еще хочу вам показать на слайдике есть возможность использовать тот же самый алгоритм но и с другого места то есть по кнопочке еще мы с вами можем выйти вот так откроется вот такой интерфейс и мы через кнопочку еще точно так же пересчитать взносы то есть у нас вынесено вот в эту панель возможность пересчитать взносы и вот отсюда то есть на самом деле это один и тот же механизм только добыть его можно разными способами так и теперь значит если мы с вами пересчитали взносы то соответственно у нас может быть возникла ситуация когда требуется внести корректировку в отчетность по налогу на прибыль или по налогу на упрощенку ну то есть соответственно вот здесь вы видите то о чем мы с вами поговорили то есть когда мы должны подать корректировку после того как мы уже доплатили недостачу то есть чтобы у нас не было начисления до начисления налогов и пеней мы должны самостоятельно рассчитать штраф и заплатить но теперь с одной стороны мы все правильно сделали мы это выполнили требования и подали уточненную декларацию но это у нас с вами происходило в рамках налогового учета а вот для бухгалтерского учета будет совсем другая картинка то есть для бухгалтерского учета самое основное является в каком периоде произошла данная ошибка если в текущем периоде то один алгоритм если в прошлых периодах то другой алгоритм ну например если мы обнаружили применение пониженных тарифов в прошлом например в двадцатом году но выявили эту ситуацию только например в двадцать первом году то соответственно мы уже всю отчетность и утвердили и сдали то есть отчетность имеется ввиду бухгалтерская то есть сам баланс форма 1 и форма 2 уже утверждены и сданы в этом случае в зависимости от уровня существенности то есть это у нас установлено в учетной политике уровень существенности мы устанавливаем его самостоятельно и соответственно вносим в учетную политику то есть мы делаем корректировки с учетом счета 91 то есть мы на 91 счете отражаем если у нас было несущественное искажение и 84 счет то есть нераспределенная прибыль или непокрытый убыток если ошибка была существенной вот здесь обратите пожалуйста внимание что сторна для ошибок прошлых лет в бухгалтерском учете не применяется если мы корректируем ошибку которую обнаружили в текущем периоде то есть до того как мы сдадим годовую отчетность например то в этом случае ошибки исправляются одинаково то есть либо с торнировочными записями либо дополнительными но используются соответственно метод сторна по считам которые также зависят от существенности вот это уточнение про которое не нужно забывать потому что мало того что мы обнаружили уже ошибку и в отчетности и в начислениях то мы еще должны и правильно выйти из этой ситуации значит со следующего года у нас опять будет изменение пониженных тарифов ну про то что у нас налоговая реформа со следующего года мы уже все знаем уже достаточно много про это написано и теперь значит естественно изменяются изменяются тарифы по НДФЛ и сроки и так далее но с 1 января у нас будут еще пониженные тарифы то есть в размере 7,6 у нас будет пониженный тариф для субъектов малого и среднего предпринимательства которые будут зависеть от сферы деятельности то есть если вы будете вести бизнес в сфере обрабатывающего производства то соответственно вы сможете применять совсем пониженный тариф скажем так 7,6 и в этом случае например обрабатывающие производства у вас могут быть например пищевое производство допустим производство напитков производство любые производства на самом деле все зависит от кода АКВЭТ в этом случае значит если мы сможем применять этот тариф то здесь точно также будут действовать с ежемесячной части начисления с ежемесячной выплаты которые превышают МРОД которые установили с начала нового года то есть у нас со следующего года МРОД будет повышен и соответственно для того чтобы применять пониженный тариф мы должны будем соблюдать несколько требований но первое это чтобы вид деятельности по регистрационным документам то есть по записям в ЕГРИЛ или в ЕГРИП чтобы АКВЭД был именно по обрабатывающим производствам перечень таких обрабатывающих производств будет публиковать правительство России то есть например уже сейчас указано что там будет общий производство напитков например но перечень понятное дело что будет гораздо более широкий и нужно следить за постановлениями правительства что будет включено в этот перечень то есть перечень АКВЭД и второе по итогам года который предшествовал году перехода на уплату по пониженным тарифам доходы от видов деятельности которая относится к соответствующему АКВЭДу должна быть не менее 70% ну и соответственно что ваша компания относится к субъектам малого или среднего предпринимательства то есть включено в реестр про который мы говорили с вами в начале нашей встречи причем обратите внимание вот на что что применяемая система налогообложения в этом случае не имеет никакого значения то есть у вас может быть общий режим у вас может быть упрощенка упрощенка 15% 6% ну то есть в этом случае если вы удовлетворяете требования которые предъявляются к компаниям МСП то есть ваше предприятие перечислено в резерве в реестре ваше предприятие выручка по итогам периода составляет не менее 70% по данному АКВЭД и ваше предприятие относится к общеперерабатывающим производствам в этом случае вы можете применять пониженный тариф вне зависимости от того на каком на какой системе налогообложения находитесь на данный момент в перечень АКВЭДов уже включено около 20 видов деятельности но естественно эти виды этот список будет расширен то есть сейчас туда уже включены как я говорила общепит пищевое производство то есть производство одежды производство текстильных изделий производство из дерева компьютеров машин и так далее но этот список уже сейчас декларируется что он будет расширяться теперь в случае если ваше предприятие имеет право применять пониженный тариф то с 25 года список организаций имеющих право на применение этого тарифа кроме малого и среднего предпринимательства дополнен еще и централизованными религиозными организациями ну вот вы видите на экране определение что является централизованной религиозной организацией и так далее и еще у нас 1 января 25 года в соответствии с законом ФС 362 изменяется сам порядок применения этого тарифа извините перескочила ну вот вы видите как изменится этот тариф то есть практически изменения затронут только суммы которая облагается по ставке 30 процентов то есть сейчас у нас просто превышение мрота 19 веке 42 то есть это федеральный мрот то есть до этого предела мы платим 30 процентов свыше льготное налогообложение а изменится это то что мы будем сравнивать не с одним мротом а полтора мрота то есть это в новую редакцию у нас так будет звучать этот пункт то есть полтора мрот а все что сверху это уже будет по пониженной ставке еще будет небольшое дополнение что применение пониженного тарифа будет возможно для организации которые ведут определенную деятельность то есть как мы видели что реестр МСП у нас остался религиозные организации это тоже у нас добавились к тем которые имеют право применять этот тариф но еще имеют право применять тариф те предприятия которые занимаются радиоэлектроникой и соответственно доходы от радиоэлектроники должны быть не менее 70% от общих доходов организации собственно говоря предельная величина у нас тоже изменяется с нового года точно так же как изменится и мрот также изменится и предельная величина страховых взносов в остальном у нас механизм расчета останется такой же самый то есть в 24-м году у нас предельная величина взносов была 2 миллиона 225 тысяч с 25-го года он повышается и предельная величина базы составит 2 миллиона 759 тысяч рублей ну и еще одно приятное дополнение что с 25-го года у нас ИП который на упрощенке на доходы минус расходы могут учитывать в составе расходов сумму страховых взносов то есть это обратите внимание ИП на упрощенке значит в этом случае мы можем учитывать сумму взносов не обязательно уплаченных в этом налоговом периоде но начисленных в этом периоде вот это нововведение касается только тех ИП которые платят за себя взносы то есть раньше просто мы их учитывали а теперь можем уменьшать налогооблагаемую базу по упрощенке вот теперь мы с вами перешли к отчетам снова возвращаемся в нашу демо версию так и вот когда мы с вами смотрели начисление пересчет взносов мы с вами заходили в начисление заработной платы и на закладочке взносы пересчитывали взносы либо мы могли это же то же самое сделать вот по этому пункту то есть вот этот и этот пункт это практически одно и то же но я например хочу посмотреть как у меня отразились эти взносы вот у конкретного человека посмотреть карточку учету карточку по учету страховых взносов для этого мне не обязательно переходить в отчетность для этого я могу прямо из документа начисления зарплаты взносов перейти в карточку учета по страховым взносам и вот что у меня здесь будет отражаться то есть вот у меня база для начисления взносов по единому тарифу вот видите здесь значит у меня отражены начисления но я четко знал что у меня не такая сумма была отражена значит я проверяю у меня код тарифа 0.1 то есть до превышения сверх превышения вот у меня отражается но у меня еще есть если я спущусь строка номер 2 где отражаются уже тарифы льготные то есть код тарифа 20 обратите внимание здесь 0.1 тариф а здесь 20 тариф то есть это именно для субъектов малого и среднего предпринимательства и вот здесь у меня уже отражаются те суммы которые с момента превышения над 19 242 у меня возникли и собственно говоря налоги которые у меня были рассчитаны сумма превышения я могу посмотреть проверить и проконтролировать что у меня все настроено правильно что у меня все сведения отражены так как надо то есть по нужным тарифам и когда я буду готовить отчетности в социальный фонд у меня соответственно будет начисление по коду тарифа 0.1 и начисление тарифа по коду 20 так сейчас мы это с вами закроем и еще один момент который связан с отчетностью мы посмотрим ну соответственно в зупе мы смотрим мешается нам вот мы в зупе смотрим отчетности отчетность справки и налоги и взносы а в ERP например если мы работаем то у нас будет раздел регламентированная отчетность потому что в зупе зуп точнее говоря в ERP у нас полностью блок соответствует тому что мы видим здесь в зуп в версии проф у нас включенный ERP но отчетность вот по-другому скомпонована значит отчетность если мы берем с вами вот таким образом то у нас здесь есть раздел 1С отчетность и я хочу обратить ваше внимание именно на этот раздел потому что когда мы переходим в него нам сейчас выскочит рекламный баннер который рекламирует не блок который содержит у нас например журнал поданных отчетов а сервис 1С отчетность то есть вот ему переходим и у нас в этом случае вот он возник рекламный баннер в ERP он немножко другой более красочный но тем не менее основная основная его задача привлечь ваше внимание к сервису 1С отчетность что дает этот сервис и что он позволяет сделать мы можем посмотреть по вот этой ссылке то есть подробнее почитать здесь подключиться мы можем вот по этой гиперссылке на самом деле очень несложно но общий смысл в том что этот сервис позволяет напрямую размещать отчетность на сайтах фискальных органов то есть вот вы видите какие органы естественно сейчас еще более перечень расширен то здесь не только статистика но на данный момент будет и министерство обороны и судебные приставы ну то есть все наши фискальные органы и собственно говоря документы оборот с ними можно напрямую на их сайте проводить и получать какие-то уведомления переписку вести и так далее почему я на этом заостряю так сказать ваше внимание потому что сейчас начал действовать личный кабинет в налоговых личный кабинет налогоплательщика в ИНС значит это тоже налоговые вроде бы как органы но единый налоговый счет это отдельный личный кабинет вот здесь мы его с вами не увидим здесь у нас просто личный кабинет юридического лица и индивидуального предпринимателя но как вы видите здесь нету единого налогового счета а вот для того чтобы у нас появился единый налоговый счет значит нам нужно подключить сервис 1С для работы с личным кабинетом в едином налоговом счете то есть ЕНП и вот если мы попытаемся подключить сейчас то значит нас программа отправит на регистрацию сервиса 1С отчетность и только после того как мы сервис 1С отчетность зарегистрируем нам станет доступна регистрация в личном кабинете по ЕНП но здесь у нас есть к сожалению кусочек ветчины ну и большая ложка дегтя то есть несмотря на то что это недавно появившийся сервис он очень удобный и в общем-то скажем так позволяет и контролировать все операции по ЕНП и очень наглядно сделан значит в этом случае мы должны помнить что если у нас подписка на ИТС проф версии проф то мы имеем право на подключение одного юрлица к этому сервису бесплатно то есть получается что все остальные юридические лица у нас уже будут подключаться на денежки если у вас подписка ИТС техно то в этом случае бесплатного подключения к сервису 1С отчетность еще раз вернемся 1С отчетность у нас с вами нету у нас соответственно все подключения будут за денежки и в этом случае ну просто подключение на самом деле за денежки достаточно дружественная цена например годовое подключение стоит порядка 3 800 ну если по месячной делим то получается вообще в общем-то дружественная ситуация но все зависит от того сколько у вас юридических лиц вы хотите подключить так что ну это на самом деле дружественная сумма может вылиться в достаточно большие затраты и еще один момент то есть я хочу обратиться к меню настройка к меню настройка и почему я сюда пошла для того чтобы напомнить вам о том что у нас есть настройки которые мы делаем в момент в общем-то начала работы с конфигурацией то есть обычно все эти настройки делаются до начала работы с конфигурацией но есть некоторые настройки которые мы с вами можем сделать и позже то есть вот я выберу так я выберу как я уже говорила свое юрлицо и в этом случае обязательно нужно проверить кроме учетной политики и сведения которые мы с вами задаем для регистрации при регистрации предприятия почему это важно потому что в этом случае если у нас не заполнены вот допустим сведения либо какие-то регистрационные сведения либо не заполнены коды АКВЭД как у меня вот видите то соответственно и отчетность будет формироваться недостоверно а поскольку мы с вами сейчас уже смотрели что будут у нас коды АКВЭД в определенных списках состоять и так далее то естественно нужно вернуться и проверить все ли регистрационные данные у вас заполнены ну закладочка фонда у нас уже допустим не имеет такого значения потому что у нас и пенсионный фонд и соцстрах уже не существует уже существует объединенный социальный фонд но нужно учитывать что в следующем году объединенный социальный фонд будет присваивать предприятиям регистрационные номера то есть сейчас у нас с вами все регистрационные номера остались те которые были присвоены еще при существовании пенсионного фонда и соцстраха то есть вот на данном этапе мы видим регистрационный номер ПФР то же самое если бы у меня было заполнено было бы здесь со следующего года обратите внимание на том что будет присваиваться новая отдельная даже не знаю как сказать не классификация нумерация вот и соответственно нужно заранее побеспокоиться о том чтобы выяснить какие-то коды заполнить необходимые сведения и не забыть про учетную политику в которой мы должны отметить применяемые тарифы то есть на самом деле поскольку под критерии малого и среднего предпринимательства относятся довольно много предприятия то естественно и применение этого тарифа не добровольное а обязательное то есть если вы видите что вы попали в реестр малого и среднего предпринимательства то это не значит что у вас есть выбор можно применять можно не применять это значит только то что вы обязаны применять этот тариф и соответственно посмотреть и пересчитать свою отчетность в случае если вы его не применяли как я уже говорила для этого нужно соблюсти определенный ритуал чтобы качественно без лишних затрат без лишних штрафов выйти из из ситуации когда вы применяли не тот тариф который должны ну вот к сожалению наше время уже вышло какие-то вопросы смотрю никаких вопросов нет пока тогда возвращаемся снова к нашим к началу к нашим слайдам и я хочу еще раз показать вам наши контактные данные то есть соответственно адрес электронной почты телефоны телеграм контакты и пригласить вас к сотрудничеству мы будем очень рады оказаться вам полезными и будем рады так сказать помочь вам в любом формате потому что опыт у нас достаточно большой и настройка и продажа и сопровождение и доработка то есть любые виды работ касательно программного обеспечения 1С на этом разрешите с вами попрощаться благодарим вас за уделенное нам время на этом пожелаем вам хорошего дня всего доброго до новых до новых до новых до новых Продолжение следует...